Проиграли, IG Vitality проиграли, CDC Avenger выиграли, FTD Club A проиграли со счетом 1-2, IG проиграли, и CDC Gaming также проиграли. Ну, сразу давайте посмотрим на пики. Ух, пики достаточно интересные. Первое, что хочется отметить, это присутствие Enchantress, которая один раз набрала свою популярность на харде. В соло ходила, разваливала. Однако, что-то в последнее время ее не так пикают, потому что по игре потом она становится не такой полезной. Даже если хорошо стоит на харде, это еще не значит, что игра будет выиграна. И, в принципе, мне этот герой вообще нравится, если ты умеешь с ним играть, если ты умеешь, не знаю даже, как правильно выразиться, под него подстраивать стратегию, либо этого героя под свою стратегию, либо, конкретно, пик сделан и отыграна игра именно по стратегии хорошей с Enchantress. Потому что просто так ее брать нет никакого смысла. Она не является на данный момент метовым героем, нет ничего в ней особенно примечательного, что делало бы ее в любом пике хорошим героем. Соответственно, ее надо брать только в какой-то определенный пик. Если бы спросили меня, я бы подумала, что это должен быть какой-то пуш, потенциальный пик на пуш. Однако, здесь пуша, в принципе, кроме той же Enchantress не видно. Но, давайте поговорим о пике команды To Be or Not To Be. Вивер керри, который встречается крайне редко, однако, вот, решили именно через этого героя поиграть против Свена. Вивер-герой, который очень быстро справляется с Виспом, поэтому, возможно, этого героя решили взять и зафокусить его достаточно сложно. Оракл под сейф, соответственно, герой очень хороший. Элдор Титан, сами понимаете, тут ничего рассказывать. Алхимик. Алхимик-герой. Мне вообще он нравится, но... Научились против него играть. Есть такие моменты, когда ты берешь героя, которого давно не брали, и против него просто не умеют, забыли, как играть, и он, скажем так, может выиграть игры, в соло просто заточить. Однако, поиграла Химик, поиграла, и вспомнили, как против него играть, вспомнили, что надо против этого героя банить спауны, что гангать его до шестого левела, что мешать ему фармить сначала, что забирать его стаки надо. И, соответственно, вот как-то в последнее время потерялся он, потерялся этот герой. Но вот не то чтобы совсем потерялся, однако, как вы знаете, дота на данный момент очень разнообразная. Патч один из самых интересных в плане того, что герои практически все пикаются. Наверное, пару героев на простыне не было видно вообще. Это вот там... Я даже вот, честно говоря, затрудняюсь назвать этих героев. Чен, по-моему, в последнее время пропал. Вот как раз Enchantress я вот первый раз вижу за последние, вот, наверное, дней 15, что я комментирую. Я комментирую, что я очень много игр в день, поэтому это что-то дозначит, скажем так. Так, далее герой Миппо. Миппо на простыне очень редко появляется. Ну, Визаж тоже, в принципе, достаточно редко. Ну, это пока в разброс вот этих героев сразу могу вспомнить. Так. Нет, если, конечно, открыть героев, а так, ты уж получше. Тренд, может, не очень популярный. Снайпер, хотя вот снайпер появлялся как раз. Ну, это касательно именно про сцены. Пугна, это достаточно, скажем, именно опять же должен подходить пик. Какой-то пуш-потенциал против большого количества. Ну, ты видишь, например, вот сейчас вивера увидели, но он что-нибудь сделает. Они его так вот не цепанут никак. Так что спокойно он тут уйдет, он просто даже разводит. Хотя получил бы две тычки в лицо. Нажал бы уже, аж кучу убежал. Зачем ему терять те же 150 кп просто так? А, руна тут отжимают. Не хотят отдавать руну? По самому жирному герою решил вивера ударить как раз. Замедление пошло по виверу, но у вивера уже откатился шикучий. Хотят подраться? Неужели хотят? Энчантрес. Энчантрес умирает. Слишком далеко зашла. Здесь еще могут забрать алхимика. Энчантрес разменяли на алхимика. Даже не знаю, вообще для алхимика, конечно, совсем минус то, что руну не забирает он. Погибает также вивер. Ой, простите, погибает также висп. Для вивера это даблкил. Неужели для вивера это будет триплкил? Еще и шторм погибает. Кто шторма забрал? С этими слайдами шоу. Шторм достался у нас Альдер Титану. И три фрага для команды 2B. Оно 2B достается им. Неплохо. В размен на алхимика. Уже не так страшно, потому что все-таки три фрага. Еще страшного руна. Он свое все равно нафармит, даже без начального буста в плане руны. Тем более шторм здесь погиб. Тоже алхимик также погибал. Поэтому у них ровно примерно. Ну и давайте поговорим про лайнинг. И про то, что будет делать Энчантрес. На данный момент Энчантрес находится в своих лесах. И я так понимаю, это Энчантрес саппорт. То есть Тайтхантер у нас стоит сложный. Против алтарь Титана, Оракла и Вивера. Интересно, на самом деле. Он должен, кстати, достаточно еще и неплохо стоять, на самом деле. Потому что... Ну, если он умирает, то он уже подставился. Потому что особо так цеплять его. Прямо под это вот под Аракла. Станчик. Ну, должен, по идее, должен жить. Но если он будет так вот... На себя привлекать внимание. Нормально, на самом деле. Пока вроде умирает. Под Станчик потратили. Ману разводит. Олдор Титана не так много. Ее, в принципе, хотя от Кларити имеется. Идея на топе сейчас будет погибать Бэтрайдер. Бэтрайдер погибает. Висп забирает его своими... Спиритами. Своими шарами. Ну и далее. Это был первый выход от Энчантрес. Притом со смоками даже. Какая жесткая. Ох. Вообще, алхимик мог здесь погибать, на самом деле. Но очень повезло ему с Руной. Потому что тут рядом Висп еще находился. Если бы Энчантрес как-то замедлила его, возможно, что-то бы и получилось. Потому что Урса клепнул. Шторм был в позиции. Возможно, возможно было бы. Бэтрайдер против Даблы на данный момент. Свен и Энчантрес. Выходит Энчантрес. Получает он стан от Свена. Еще буквально пару ударов. И я думаю, что Бэтрайдер здесь уже не должен уходить. Фраг у нас достается Энчантрес. И второй выход от нее оказывается удачным. 3-3 становится счет. Энчантрес начинает свое путешествие, скажем, хорошо. Потому что в начале 3 фрага отдали. Конечно, неприятно. 3 в 1. Разменялись. Опять эти игры, кстати, у нас в начале практически все достаточно активно начинаются. У нас уже был размет 4 в 3 на начальном этапе. Натайд Хантера. Бьют. Натайд, наверное, слишком... Нет, смотрите, добивают. Да, честно говоря, я даже не ожидал. На второй левел. Все-таки хватило дэмэджа, хватило дэмэджа. А, ясно. Бейтстон купил себе. Вивер, поэтому минус армор там был. Поэтому, в принципе, смогли добить. Честно говоря, он просто достаточно плотный герой у нас. Как же неприятно комментировать в слайдах. Я, конечно, попробую, наверное, дорогие зрители, если вы не против перезайти. Вообще, чаще всего это не помогает. Но я никогда не теряю надежды. Я надеюсь, что вы тоже. И потому что пару раз, на самом деле, спасала. Хотя бы на минут 5-10. Ну, вообще, вообще, все ситуативно. Как всегда. Ну, пока, кстати, вроде более-менее. Намного лучше стало, да? Так, ладно. Забудем об этом. Не будем говорить о плохом. Поговорим о хорошем. Лейт. Ну, вообще, если говорить честно, Лейт мне все равно нравится больше у команды Авалон. Потому что, посмотрите, это будет 2 реведжа у Тайхантера. Свен, который будет очень жесткий в лейте. Даже Инчантрес, она, в принципе, больно бьет в лейте. И, опять же, Шторм, который, может, должен вырезать практически любого там героя в лейте, да? Но здесь есть алхимик, который может всем своим героям подарить по аганиму. Это первый вариант. Второе, что он очень быстро фармит. Если его не убивать, не гангать и вообще никакому внимания не уделять, это может быть достаточно опасно. Нагло фармить Шторм в стаке для алхимика. Прикольно. Говорят, наглость второго счастья. Здесь оно может быть еще и первым. Ну, то есть, давайте примерно посмотрим. Вивер фармит хорошо. У него 37 на 15 крипсат. Он себя чувствует просто великолепно. По поводу мида. Чантрес. Приходит мид. Начинается атака на Оракла. Отличный стан от Кентавра Анчантрес. Минус Оракл. Прилетает Бэтрайдер. Арбитрайдер 5 левел. Соответственно, лосо у нас не имеется. Ну, стоит тучка. И далее уже просто решают отойти команда Валон. Однако, забрали в размену, забыла вам сказать, Энчантрес саму. Поэтому я даже не знаю, на самом деле для кого лучше. Потому что Энчантрес явно по левелу и так далее опережает Оракла. Ну, Энчантрес является... Вот, кстати, она привеляла себе перчатку. Что означает, что, скорее всего, это будет как раз минус. Вивер Киринг Спри. Соло забирает Найтхантера. Как же... Да, это третий левел. Вообще, как ты можешь подходить к этому Виверу? Он шестой левел. Он тебя же и забьет. Так вообще-то и происходит. Вивер хорошо отыгрывает. Может, на будущее поговорим об этом. На топе погибает Свен в размен на Бэтрайдера. Но все же Свен... Главное, боевая единица команды Валон. Это его первая смерть. Допустим, даст сейчас какой-то... Даже хотя бы левел Висп получить. Тоже приятно. Висп может сейчас ботинок приобрести. Смотрите, даже тайну больно. Против Вивера, ну, седьмого левла. Пасно. Какой наглый Вивер. Вообще, честно говоря, я испугалась. С одного Вивера были стеки. Он их прожимает. Таймлапс. И на этом все. Четвертый левел Тайтхантер. Открою для вас, на самом деле, уже Нетворцы. Понятное дело, что Лохимик будет первое место по Нетворцу. Потому что он, в принципе, умер только один раз. И то в начале игры больше его не убивали. Приобрел уже себе армлет. И на топе начинается замес. Висп здесь без вариантов погибает. Но это главная цель спасти Свена была выполнена. То есть он как бы на себя привлек внимание. Свен в это время смог спокойно выжить. Однако внизу отличный ганг от Шторма, у которого был Хейст. И забирают Вивера. Что означает, конечно, размен такой получился прям супер крутой. Потому что у Вивера было все круто. Он ни разу не умирал. У него самый большой крипстат на карте. У него 3-0-2 было. И вот тут его убивают. Пока, вообще, честно говоря, все шансы выиграть у той, у другой команды имеются. Потому что все пока ровно. Ну, Тайтхантер. Начала так неплохо, а дальше пропала. Делается так. И, правда, можно отметить как плюс. Потому что чуть надо более, наверное, активно и что-то исполнять. Возможно, она просто не может к Тайду прийти. Потому что он не был 6-й левел. У него маленький левел. Ему надо получить этот левел 100% как-то. И с Тайдом уже убить Вивера. Вивер гоняет прям по таверам Тайтхантера. И зацеглив. В это время нападение на Элдер Титана. Элдер Титана просто сбривают. Вивер в это время уходит. Понимает, что здесь есть стаки. Надо убить крипа, которым делаются эти стаки. Давай выжги ману у него. Ну, выжги ману. Ты что? Ты же не уйдешь здесь. Выжги ману. Господи, о чем я? Фу. Ну, а что, на самом деле, крип тоже дамеджа много вносит. Совсем уже совсем. С ума схожу. Это бывает, бывает. Я согласна. Это у всех бывает. Я вот с лесными крипами в плохих отношениях. Потому что сама на каких-то таких членах не играла. Из-за этого, конечно, вот могу. Могу такой вот фиг ему сказать. Сейчас скажу, сколько дамеджа точно делает. И сейчас буду ждать, пока этот крип появится. Чтобы точно знать, сколько там дамеджа он может писать. На баллон ставишь, пик у них лучше. Фиг поймешь тут. Фиг поймешь, друг мой. Давай посмотрим, что у нас по графикам. Пока вот, наоборот, по экспириенсу ведут у нас радион. По золоту ведут уже около 4 тысяч. Час. Так. И шторм. Вот шторм, кстати, все хорошо. У него один стул лэл. У него 4-1 счет. В это время здесь находится латор Титана. Пытался он ультануть. Однако, не получилось. Батрайдер летает. Ласо хватает у нас шторма. Шторма еще маны, в принципе, должно хватить. Пошел реведж от Тайтхантера. Под сейф от Оракла. Ну и... Энчантрас будут все за ним бежать. Бежать пришлось недолго, потому что Энчантрас здесь погибает. Размен пока 3 в 2. Тайт. Тогда убить. Он плотный, плотный. Под жучками. Под паучками. Даже под ними, в принципе, пробить не получается. И на этом все. Блин, почему же вот файт-рекап не попадает? Размен от Воз 2, да? Энчантрас Свена на Элдер Титана Батрайдера. Ну, Свен. Потому что погибает очень плохо. Даже этот размен выгоднее для 2B, а not 2B команды. Вивер. Само собой будет сверклингин. Я сферу. У Вивера все очень хорошо. Тут я уже вижу, что он неплохо играет и может игру выиграть эту. Здесь же можно поставить на Шторма. Сейчас мы увидим, кто будет первым. Влетает Шторм. Притягивает Элдер Титана. Рядом Батрайдер. У Батрайдера нет лассо. Оракл также делает ТП. Ну, в любом случае, здесь, конечно же, Шторм уходит. Свен сейчас наберет очень много сэншентов. Свен пока не очень хорошо пофармал. Но, посмотрите. Эншенты, эншенты. Они все вот это... Дело хотим, в принципе, все мешают. Ой-ой-ой. Как же неприятно. Минус 2 будет на ровном месте. Тюби, она тюби. Смогут дальше идти? Значит... Нет. Алхимика там и даже нет замеси. Алхимика недолго осталась до Рядинса. И вот с появлением Рядинса он уже сможет драться. Либо фармить там... А, нет. Все. Рядинс появился. Принес себе Рядинс. И на этом, в принципе, 14 минута. Два раза только Алхимика у нас отъезжал. Две тысячи по ободу, три тысячи по золоту. И до сих пор непонятно, кто выиграет эту игру. До сих пор непонятно, кто выиграет. 4-1-4 у Оракла не фидит. Старается. Да поделай. Запортит как может. Затянулся. Вот пошла фарм дота. Когда ни та, ни одна, ни другая команда не хочет драться. Это, в принципе, связано с тем, что и Свен свое еще не набрал. То есть он не может вносить много дамеджа. И того же Шторма нет Булстоуна. Вот Шторм может убивать Соло, но все же аккуратнее надо быть. Да, без Мейки до сих пор. И до Мейки ему еще как... Короче, очень долго. А вот, судя по тому, что он ничего себе не покупает, это вообще будет значить, что это не Мека, а Даггер. А Нечатрос, получается, у нас будет Меку. Нечата с Мидосом. Начала так хорошо. Закончила уже 1-5-4. Восьмой левел. Начинает отставать по этим параметрам. Ну, по Натворцу зато у нее все хорошо. По левелу плохо, а вот по Натворцу неплохо. Далее, Алхимик Яша, Манта Стайл, Актарин. Поехали. Может, какую-то Шиву соберет. Булстоун приобретает себе Шторм Спирит. Все, успокоилась. Вы чувствуете, да? Что сейчас все. А нет, все-таки Меку решила. Меку. Меку ошиблась я. Я подумала, что не раз не покупает целиком. У Вивира уже была линкен сфера. Видим, что Гашин сбивает ее. Как раз Тайт притягивает Оракла. Оракл тратит свой ультимейт на себя. Пошел неплохой ровидж от Тантехантера. Первый погибает Бэтрайвера. Размен на Энчантерс. Погибает также Бисп. Отстанивается у нас Свен. Пытается даться на развороте. Он уже никуда не должен, по идее, уходить. Алхимик погибает. Алхимик играет с Армлетом. Алхимик. Алхимик. Вивер. О, Вивер слишком поздно погнался за одним. Не смог его добить. Получается, вот надо добивать хотя бы Шторма. Шторма добить не получается. Подстанчика от Элдер Титана. Ну и... Питается просто на ТП Свенуху. Идет. Он здесь уйдет на ТП. Ты хотя бы развернись. Попробуй, может, Шторма убить. Шторма убить получается. А-а-а! Ну уже. У него же... Нет. Все-таки уходит. 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 Подстанчика от Элдер Титана. Тайт Хантера по Цепири. Прилетает сюда Виз. Прилетает сюда Энчантерс. Главное, конечно, что выживает Ир в этом всем. Замейте. И Тайт. Элдер Титан погибает все-таки. Хм. Что ж, как-то так поставился. 16-14 становится счет. И до сих пор ни черта не понятно. Все команды идут впритык. И одна и другая команда не хотят отступать. Выжил Свен. Выжил Вивер. Но здесь погибли и Алхимик, и Шторм. Ну, это атака на Алхимик. Алхимик должен погибать, потому что Свен находится под ультимейтом. Да, миссует он, однако, Станчик. И Шторм, Спирит все-таки добивают Алхимика. Немного опустили его по натворцу. В плане два раза подряд он погибает. И успевает это время. Несколько минут уже сидит таверня. Ничего не поднимает. Мидос после Мекки хорошо подзаработал Тайт и решил купить Мидос. Вот, знаете, обычно я бы сказала, что ты делаешь. Но вообще, на самом деле, это может и не такое плохое решение в данном случае. На Тайтфампере, согласитесь, Мидос очень редко встречается. Не знаю, что здесь. Опять же, даже по поводу лейта, мне все равно, Валал, нравится лейт больше. Я это сразу говорила и продолжаю говорить. Потому что тот же Шторм соберет БКБ, Тот же Суэнс берет БКБ. Начнем вот этих всех развалить без проблем Виверу. Вивер еще Драгонлендс прибирал. Но артефакт для Вивера в любом случае хороший. Он вообще для многих хороший. Для Луны, для Дровки, для Снайпера. Вот этих всех героев он очень хороший. У него просто очень крутые статты. Его даже для... Я видела, как, по-моему, Миркл приобретал свой Драгонлендс на каком-то Джаггернауте. Потому что супер хорошие слоты за такую цену. А статы иногда самое главное. Если Драгонлендс в будущем можно будет грейдить, этот артефакт будет топ-1. Ну, много так делают. Вот знаете, вот сейчас сделали там с... Форстафа, Пику и так далее. Вы понимаете, к чему это я веду? Башню силы тьмы на верхней линии атакуют. Башню силы тьмы на верхней линии разрушу. Надо добивать Рошана. Рошан забирают. Шторм Спирит забирает Аегас. Вытягивает Шторма. Кого ты вытягиваешь? Однако, вот перетянули. Как раз очень круто, что забрали Виспа. Шторм просто в соло заберет сейчас Бэтрайдера. Бэтрайдер летает достаточно долго. Однако, пока Шторм был... Бэтрайдер просто, на самом деле, я ошиблась. Бэтрайдер сделался круто. Он лишил замес главного героя. Он лишил замес Шторма. Однако, Шторм разобрался с Бэтрайдером. И сейчас вот один-то уж всех не убьешь. Сразу ДНЛС правильно сделал. Что Бэтрайдер в этом плане даже красавчик. А я не поняла сразу то, что он хотел сделать. Простите, пожалуйста, я болею, поэтому чихаю. Чего-то я себя в последнее время не очень хорошо чувствую. Простите. Алхимик уже с Манда Стайлом. И, в принципе, далее это будет Актарин. Далее это будет Шива. Скорее всего. Ну, а потом уже пойдут Аганимы. Может, даже после Актарина пойдут Аганимы. Потому что команде надо помогать. И ставится у нас пауза. Это время можно посмотреть графики. Графики у нас следующие тысячи по опыту. Преимущество... Опа! У команды Авалон. И... По золоту... По золоту... Это 6 тысяч у команды Тюбиона Тюби. Как говорил Кали... Как говорил Адекват, когда пишет Кали, все очень плохо. Но тут как-то Кали оказалось... Мне кажется, Кали это в переводе с китайского означает лаги. Наконец-то очень важный артефакт выявляется у Свена. Это БКБ. Теперь, в принципе, он будет не так легко убиваем. Теперь можно еще... Следующим артефактом соберет себе даггер. И уже сможет сам инициировать замесы. И врубаться. И убивать какого-то героя быстро. На самом деле, с другой стороны... Давайте подумаем, как он может убить быстро. Алхимик, он быстро не убьет. Элдер Титана, да. Бэтрайдера, да. Оракл... Ситуативно. Спеть и опотоветь или нет. Вивера точно не убьет. То есть, лучший вариант это врыв на Элдер Титана, либо Оракла. Чтобы Оракл ничего не успел дать. А Элдер Титан просто очень... Сладок на данный момент для Свена. Элдер Титан, кстати, отмечу, хорошо играет в него, как от саппорта. 2, 3, 12 окрает. Очень активно. 14 врагов из 19 поучаствовал. И маленькое количество смертей. Достаточно неплохой левел. В принципе, как и у остальных саппортов команды Авалон. Я бы пробовал. Оракл тоже 11. 11, 11, 11, 11. Что раз, 17, 8, 3, 2. Есть уже Орчет после Блудстоуна. А, Вивер. Необычное решение. Диффуза. Хотя гастов, вроде, пока даже не имеется. Будущее, скажем так. Итак, влетает Шторм на Оракла. Вешал на ее Сайленс. Оракла сразу сбривает. Разум от Элдер Титана не слишком удачный. Минус 2 героя на ровном месте. Вот Элдер Титан погибает у нас также от Шторма. Здесь кого забрал? А, это Визб забрал, получается, Оракла. Ну, добил. Актарин приобретает себя Алхимик. В это время Вивер расправляется с Энчандрес. Далее за Вивером уже было бесполезно в любом случае лететь. Фордстав приобретает Бэтрайдер. И размен 1-2. Двух саппортов на одного саппорта. Охота за Вивером. Однако Вивер используется в таймлапс и просто уходит. Ну, и вот непонятно. Вот уже видите, Свен может быстро убивать того же Элдер Титана. А Шторм может быстро убивать того же Оракла. А Вивер, например, очень быстро Веспатом не убьет. Хотя как раз Веспа он может убить быстро. Ну, тут же Энчандрес, потому что она уже более-менее плотная. Скоро агани будет. Далее Тайда он быстро не убьет. У него вот так вот там мега сам к себе плотный. Так, у Тайда появляется. Батрайдер хватает у нас в лассо Энчандрес. Энчандрес спасает Висп. И готовый здесь драться о Валон. Влетает Шторм. Шторм просто развел. Привлек на себя внимание. Далее Станчик по Свену от Алхимика. Пошел под разлом от Элдер Титана. Алхимик прибыл себе Глэдмэл. Вау. Очень интересное решение против Свена. Я думаю, что на самом деле даже оно правильное. Энчандрес погибает. Свен также погибает. Шторм. Шторм просто улетает. Погибает на ровном месте. И Висп. Минус 3 от команды Тюби. Оно Тюби. Что же дальше? Алхимик бегает по базе. Крутяк. Нас... С ума сошел, что ли? Силушку почувствовал. Минус 3 сделали. А на этом что дальше? Сейчас... О-о-о. Остался без маны. И ошибся. Ошибается. У нас Шторм Спирит. Обойдет Доминейтинг. А он без Вайбэка. Хм. Ну и что? Надо бломать Тауэр тогда. Четырех героев нет. Ну, правда, на самом деле, они сейчас рестнутся. Глип. 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 Прожимаем. Дорогие зрители, друзья. Ребята, вы там не спите. Гриф надо нажимать. А Валон находится в очень опасной ситуации. Потому что есть Монтастайл. Тауэр падает. Надо барак забирать. Барак забирать. С вивером это делается достаточно легко. Приходит Энчандрес. Ну все. Сторона настолько легкая. Минус стороны. Я, честно говоря, не ожидала. Они сейчас сами фиданули. Зачем Шторм пытался сам что-то делать? Особенно остаться без маны. Хлебик просто накрутил стан и убил. Еще и в Миди Тауэр потеряли. Они разрушены. На Рошана? На Рошана надо идти. А, Рошана нет еще. Так. Смоки приобретает Свен. Говорят, ща, ребята, я вам покажу, как надо. Смотрите, приводишь курьера. Нажимаешь смог на пятерых героев. Все, мы готовы. Пошли. Очень много сейчас денег заработали. Туби, просто кучу. Ну, сторону снесли. Лол. 4 тысячи сейчас по опыту и по золоту. Все. Это уже провал. И последний замес. Степанули Оракла. Однако, Оракл живет. Оракл! Даже Оракл выживает. Черт возьми. Не смогли убить Оракла. Виз погибает. Далее надо чейзить. Надо чейзить любого героя. Здесь решили выбрать Шторма. На самом деле, не знаю, правильное решение или нет. Но, потому что Шторма был еще с маной. Его забрать не смогли. Прилетает Энча Андрес. Откинули банкой. Диффуза на нее. Погибает Энча. Серепствует Вивер. И все-таки Вивер... Вот мы с вами говорили о том, что у 2B, он у 2B хорошо Вивер играет. А у команды Авалон хорошо играет Шторм. Однако, неверное движение от Шторма закончилось с минус стороной. А Вивер, вот, как вы видите, 10-1-13 идет. Хорошие айтемы. 5 тысяч денег в кармане. Может позволить себе просто что угодно сейчас собрать. Манта Стайл. Дезолятор. Ну, не знаю, дезолятор. Уже не стоит, наверное. Может даже Дайдаус. Башню сил тьмы на нижней линии атакует. Легко, легко они отдали эту карту. Слишком легко. Сначала было... Ну, не так должно было быть. Все легко, как они сделали. Бледмейл проживает Алхимик. Однако, Шторма утаскивает Лассо. Отличный подсейф от Виспа. Подождите. Не получилось подсейф от Виспа. Виспа просто убили. Я уж подумала, успеет он спасти. Однако, влетает Свен. Просключает в Дледмейл Алхимик. И, как вы видите, Свен проиграл. Это ГГ. Да, Гудгейм пишет у нас Свен. В принципе, понимает, что здесь уже ничего поделать нельзя. И 30 минут потребовалось команде 2B, а not 2B, чтобы выиграть своих оппонентов. Ну, на этом игровой день этого турнира закончен. В принципе, мы увидимся с вами. Да, дорогие зрители. Увидимся с вами через несколько дней на турнире Мейстер Кэт. У меня будут выходные. Поздравьте меня. Поздравьте себя. Спасибо большое всем, кто смотрел.